Все будет хорошо. Как определить границу между служением и воспитанием? Есть ли разница между этими понятиями служениями и воспитанием? В случае, если семья уже создана, в случае, если люди только строят эти свои отношения? Как победить гордость научиться служить людям, которые твои подчиненные на работе? Или твои друзья? Очень много хороших вопросов. Давайте на все их будем отвечать, да? Много хороших, замечательных вопросов. Как определить границу между служением и воспитанием? Другими словами, когда надо начать воспитывать человека? И когда ему надо служить? Граница определяется самим человеком. Всегда, когда человек не доверяет отношениям и хочет ими просто пользоваться, всегда ему надо только служить. В тот момент, когда у него в сердце появляется уважение, а оно выражается в том, что он вас слушает, прислушивается к вашему мнению. С этого момента надо начать его воспитывать. А также воспитывать надо человека всегда в крайних ситуациях, когда его понесло на сторону, решил погулять. Или когда он делает ошибки какие-то серьезные. И воспитание человека всегда состоит из трех этапов. Первый этап. Нужно сказать человеку правду. Если он обиделся, значит нужно его успокаивать. А если он не успокаивается, значит надо отстраниться от него, выполнять перед ним свои обязанности и не общаться с ним близко. До тех пор, пока он не начнет подлизываться, перевык подлизываться, пытаться вас как-то обрадовать, с вами как-то пытаться наладить отношения. Но это тоже не надо поддаваться. Нужно, чтобы он принял ваши слова. И когда он готов обсуждать, тогда надо сесть и сказать ему стерильно, почему я так считаю. Почему лучше вот так делать. Не то, что я против тебя или считаю, что ты плохой человек. Но ты все равно должен стремиться изучать, как бросить курить. Потому что я знаю точно, что курение разрушает твою жизнь и нашу семью. Запах никокина разрушает мою возможность зачать детей. А если это возможность остается, то запах никокина может привести к тому, что родится урод. Поэтому ты должен бросить курить. Пытайся к этому идти. Для этого нужно слушать реакцию. Изучать, как жить правильно. Бросить курить можно только с помощью знаний. Но если человек говорит, я не могу пока этого сделать, ничего страшного. Главное, чтобы у тебя было такое желание. И все. И дальше продолжать терпеть, служить человеку. Не навязываться с этой идеей к нему. Испытание всегда нужно в остальных ситуациях, когда у человека страшная какая-то беда в жизни. Он спивается, он курит, он уходит в незаконные отношения какие-то, гуляет под жизнью. Нужно воспитание. Нужна борьба за близкого человека в это время. Воспитывать означает бороться. Воспитание всегда война. Но войну нужно вести деликатно. Когда мы служим близким людям, у них увеличивается благодарность в сердце. А снаружи они нагреют. Я, допустим, смиренно готовлю мужу что-то. Он в сердце благодарным становится. А снаружи ему кажется, ну, я просто такой хороший человек, что мне досталась такая жена, что мне любит готовить. Это не то, что она старается готовить, это потому что я такой хороший она готовит. Газок жена меня понагладила, полностью одела красиво на работу. И говорит, ты сегодня красивый выглядишь. Я посмотрел на себя и так пошутил с ними. Говорю, это я такой по природе красивый. Она говорит, а я думала, что это потому что я тебя догадал. Всегда, когда мы служим человеку, он немножко нагреет. Это неизбежно. Но внутри у него появляется благодарность. Эта благодарность дает возможность его воспитывать. Когда надо начинать воспитывать? Когда уже мы видим, что пора. Ну, человек выходит за рамки. Это первый вариант. Второй вариант, когда он начинает слушать, тогда ему надо воспитывать. Но воспитывать всегда надо деликатно близкого человека. Потому что если мы воспитываем другого, он никогда не воспитается. Он будет делать все наоборот. Деликатно означает подобранный. Один начальник подошел ко мне и сказал, у меня очень страшная ситуация с коллективом. Когда я наказываю людей, они против меня злятся и блудуют. Когда я их не наказываю, они нагреют. Что делают? И я ему объяснил, что не проблема наказывать или не наказывать. Проблема заключается в том, что у тебя к ним нет любви. Потому что для того, чтобы человека наказывать, надо сначала его полюбить. Не баловать, а полюбить. Вот, например, я ему объяснил, что если у тебя подчиненный заболел, ты должен прийти к нему домой и сказать, как дела? Начальник приходит домой, представляете, и говорит, как дела? Тебе помощь какая-то нужна? Может, тебе моих знакомых врачей как-то попросить, чтобы они тебе помогли? И потом, через два дня весь сын будет знать об этом уже, понимаете? Что начальник приходил вот к этому человеку. Называется любовь. И она дает право начальнику наказывать этого человека и сказать ему потом, почему ты не выполняешь свои обязанности на работе? Ты же уже вылечился, ты здоровый. Пожалуйста, работай как положено. И он будет работать как положено. То есть, когда начальник вкладывает человека, тогда он может из него спрашивать потом, и тот будет подчиняться. Любовь – это огромная сила, она на всю жизнь оставляет отпечаток. Я раз в школе после уроков занимался в группе продленного дня и учился вместе с воспитателем. Ну, с учительницей, которая там нас учила, помогала нам делать домашние задания. И там было несколько книг на полках стояло. И одна книга такая толстая была «На суше и на море». Это была новая такая книга, я никогда таких книг не видел. Она мне очень понравилась, я начал ее читать, там много интересного всего описано. И я ее украл. Унес домой тайком эту книгу. Но она видела, что я читаю ее каждый день. Ей несложно было понять, кто ее взял. Она пришла неожиданно домой к нам. Мама открыла ей дверь. Она говорит, а где Олег сейчас? Она говорит, а ну, думаю, у себя в комнате. И она заходит в комнату сразу, быстро. И я сижу с этой книгой. Она говорит, а как дела? Я пришла тебя навестить. Я говорю, нормально. Она говорит, а что ты читаешь? Я говорю, вот эту книгу. Она говорит, а где ты ее взял? Я говорю, взял в школу. Она села рядом со мной. Говорит, тебе нравится эта книга? Я говорю, да. Я говорю, да. А сам такую вообще ей не так тяжело стало. И она говорит, ну, ты все следующий раз, если захочешь ее взять, пожалуйста, спроси. Потому что иначе, получается, что ты ее украла. Она всю жизнь запомнила эту историю. Потому что она с любовью меня учила от воровства. Представляете, как она сделала это правильно, что я запомнила это на всю жизнь. Это проявление любви. Она бы могла ругаться, сказать родителям, смотрите, он у нас ворюга. И я ничего не сделал никакого урока из этого. Она ничего не сказала мне родителям, никому. Она просто пришла ко мне, вскрыла проблему, сказала, как правильно, ушла. И даже книгу с собой не взяла. Я ее сам принес назад. Это называется любовь. Когда человек вкладывает любовь, он имеет право воспитывать уже. Дальше. Любовь может быть строгой. У меня была учительница, любимая учительница. Она мне поставила в первый день учебы в первом классе две единицы. На первой странице. И я подумал, что она очень плодает учительница. И я пошел и вышел из школы. Да, я пошел за школу, так обошел, чтоб меня никто не видел, и начал вырывать эту страницу. И я как раз встал напротив нашего класса. Я далеко обходил, как раз встал напротив нашего класса. И когда я, ну, вывал, я посмотрел, никого нет, и увидел, что она в окно смотрит на меня. И пальчики на него. Я пошел назад. Она мне пронимировала страницы, пела все назад. И отправила домой. Ну, я получил потом наказание за единицы. На следующий день я получил четвертую уже. Все выучил. И подумал, хорошая учительница. Ну, почему я так подумал, потому что она всегда по добру меня смотрела. Она мне поставила плохие оценки, но при этом по добру смотрела. Она меня просто обучала. Когда мы с любовью слушались этим людям, мы имеем право их обучать. У нас на это есть право. В этом граница между служением и воспитанием, любви. Достаточно любви можешь воспитывать. Есть ли разница между понятием служением и воспитанием? Если семья уже создана, и в случае, если люди только строятся отношения. Если семья создана, то отношения более сильные, и в них больше возможностей. Когда отношения только строятся, то мы часто не имеем права воспитывать человека. Нам надо ему в основном служить, заботиться, прояснять отношения. Но мы не имеем права воспитывать в это время. Воспитывать можно только того, кто тебе доверил свою жизнь. Но если ты строишь отношения, ты можешь просто заботиться о человеке, терпеть его. Не нравится – не строй отношения. Нравится – строй отношения. Терпи, прощай, забойцы. Воспитывать чуть-чуть можно. Очень немножко. Или как, но очень немножко. Не превышай свою полнометие в отношениях. Как победить гордость? Чтобы победить гордость, для этого надо сначала в себе ее увидеть. Гордость – это самая незаметная вещь. Каждый человек имеет гордость. И увидеть он может ее только глазами старшего. Другого способа увидеть гордость нет. Поэтому каждый человек должен в своей жизни иметь старшего. Нет старшего – нет развития. Кто-то должен быть старшим в жизни. Если нет старшего, значит, вы не сможете с совестью общаться со своим. Общаться с совестью можно только через старшего. Только духовно просветленные люди могут напрямую к совести обращаться. Потому что они сами себя готовы наказать. Большинство людей не имеют силы себя наказывать. Люди в невежестве себя считают святыми. Люди в страсти считают, что у них больше, короче, в качестве, чем у всех остальных. Люди в благости считают грешниками. Такова квалификация благостного человека. Он видит у себя грехи. Невежественный даже не может догадываться, что у него есть грехи. Он себя считает очень классным. Страстный человек по ситуации. Иногда раскаивается, иногда нагреет. Как невыгодно. Вот выгодно раскаивается, он раскаивается. Жена уходит, допустим, он раскаивается. Жена не уходит, он нагреет. Это жизнь страсти. Но благостный человек всегда в молитве учится видеть свои места. Современная психология часто говорит, не надо себя унижать. Не надо смотреть на свои недостатки. Считай себя хорошим всегда человеком. И у тебя все будет хорошо. Это полное безумие. Правильное чувство собственного достоинства означает не считать себя хорошим. А сделать хорошим пастухом и получить счастье в сердце. Потому что мы сами себя не оцениваем. Нас оценивает совесть. Я хороший, когда я сделал хорошее дело. Но это не мое дело себя оценивать. Меня Бог оценивает. Чувство собственного достоинства работает правильно, когда человек делает добрые дела. Но если человек сделал плохое дело, когда он себя оценит по-настоящему, когда он себе скажет сам, я свинья, тогда Бог у него в сердце будет доволен. Вот это современная часто философия я солнце, я большое светлое солнце, я хороший, я красивый, я красивый, я красивый. Сделай хорошее дело, будешь красивым. Возьми, сделай что-то женское для кого-то, будешь красивым скажем. И надо себе самовыгнушением заниматься. Конечно, себя тоже там уловиться и не надо считать. Но надо больше действовать, чем самовыгнушением заниматься. Некоторые люди говорят, я чувствую себя как-то ущербным. Постоянно во всем сомневаюсь в жизни. Что это значит? Это значит, что ты недостаточно служишь людям. Один раз, один ученик пришел к своему наставнику, говорит, я такой падший, у меня столько недостатков, я самый падший. Духовный учитель посмотрел на него, говорит, очень строго ему сказал, попытайся понять, что ты не самый падший, ты просто падший и все. И вообще постарайся поменьше думать о себе. Я самый падший, я самый падший. Иди и что-то сделай полезное просто. И уже не будешь самым падшим. Видите, это желание ощущения ощущение созвоения полноценности идет от отсутствия служения. Незанятости просто. Сердце не занято, поэтому оно такое, а, себя постоянно или восхваляет. Но постоянно о себе. Есть два способа думать о себе. Или восхвалять себя, или ругать. В этом случае надо просто идти и сделать что-то хорошее. Иди картошку покопай. Сразу забудешь, падший ты или не падший. Иди покопай картошку просто и все. Возвышенная личность не думает о том, что он падший, но знает об этом. Возвышенный человек постоянно знает служение, но он знает о своих недостатках. Он не думает о них, а просто знает. А вот грешник постоянно думает о себе. Или со знаком плюс, или со знаком минус. Но только о себе. Я несчастный, я несчастный, я счастливый, я счастливый. Все это одно и то же. Толку от этого никакого нет. Субтитры создал DimaTorzok Продолжение следует...